Здравствуйте! Скажите, знакома ли вам такая ситуация? Вы вроде бы регулярно упражняетесь, делаете зарядку, тренируетесь дома или возможно в тренажерном зале, растягиваетесь, делаете самомассаж или даже возможно ходите к специалисту регулярно, а шея, спина, поясница, локоть, плечо, колено все равно что-нибудь беспокоит. Если такая ситуация знакома и какая область вас беспокоит, пишите сейчас прямо в комментариях. Я же хочу сегодня вас побудить задуматься над тем, в какой позе мы спим. Понятное дело, во время сна мы вращаемся, но в какой-то позе мы все равно засыпаем легче и возможно даже в этой позе просыпаемся. Мы во сне проводим достаточно много времени, 8, 7, кто-то 6, кто-то 10 часов. И то, как мы все это время лежим на кровати, оказывает на нас большое воздействие. А многие на это даже не обращают внимания, над этим не задумываются. А стоило бы, потому что бывает зачастую такое, что ничего не болит. Казалось бы, ты лег спать, проснулся, а у тебя болит спина. Так вот, я решил немного расширить вопросы, поднимаемые на канале. И больше говорить не только о тренировках, но еще и о здоровье. Сейчас у меня, слава богу, все в порядке. Но нередко такая ситуация, которую я только что описал, со мной приключалась. И сегодня мы разберем именно то, как же все-таки спать нельзя и как спать нужно. Смотрите, ребята. Я тут в домашних условиях, вот кровать. Первая позиция, в которой спать, первая поза, в которой спать нельзя, это на боку. Вообще, в любой позе спать будет некомфортно, неприятно, если у вас плохой матрас или сама кровать уже подизносилась. Возможно, это какая-то раскладушка даже. У меня в такой жизни было, я когда в студенческие годы спал и стоя, и сидя, везде, и всюду, и на палетах. И все-таки на то, на чем вы спите, стоит обратить внимание. Возможно, даже лучше взять хороший матрас и постелить его на пол и спать на полу. Вот летом, кстати, я всегда веду активную половую жизнь, сплю большей частью на полу. Зимой все-таки перебираюсь на постель. Причем я сплю отдельно, в большей своей части. Мы можем вместе уснуть, но потом я отдельно перебираюсь спать от жены. Объясню почему. Потому что у нее тоже есть потребность положить либо голову, либо руку, либо ногу на меня. И, соответственно, положит она мне на руку, у меня плечо болит. Забросит на меня она ножку, у меня поясница болит. И я пришел к тому, что нужно спать отдельно. Возможно, сейчас много будет хейта на эту тему, но как ни крути, несмотря на то, что у нас большая кровать в соседней комнате, все равно я сплю в основном здесь в зимнее время, а в летнее на полу. Так вот, первая поза, в которой спать многие любят, это на боку. Вот вы легли и спите. И казалось бы, что тут такого? Но давайте разберем в детали. Плечо загружено. Вы создаете давление на него, и проснувшись, оно, возможно, будет у вас болеть, будет вас беспокоить. Это раз. Второе, ребята, шея. Не всегда подобрана правильно подушка. Если она задрана, перегружается. Если в обратную сторону, то тоже у вас будет шейный отдел страдать. Обратите внимание вот на эту область. Поясничка. Она здесь тоже у вас в прогибе. И это очень плохо. Также плохо спать на животе. Если вы спите вот так, ложитесь. Смотрите, какой качок у меня есть. Если вы вот так ложитесь, особенно поджимаете ногу, у вас происходит скручивание, неприятное скручивание позвоночного столба в шее и вот здесь в пояснице. Задрав так ногу и вот так уснув, я очень люблю. Но я прекрасно понимаю, что это нехорошо. Ни для шеи, ни для локтя, ни для колена, ни для поясницы. Вот так я бы не советовал спать. Даже если вы ножку разогнете и ляжете вот так, все равно ваши плечи за ночь не отдохнут. То же самое касается, если вы будете спать вот на спине. Лягли, руки за голову. Многие так спят. Вот даже в рекламах так вот люди лежат, на шезлонгах отдыхают. Но на шезлонге возможно плечи хоть вот так. Из-за того, что локти задраны. Здесь же локти если заброшены, если еще подушка куда-то уплыла, тоже не самая лучшая позиция для сна. И тут вы скажете, на боку спать нельзя, на животе спать нельзя, поджав ногу спать нельзя и на спине спать нельзя. Тогда как же все-таки спать? Ребята, спать используя подушки. Вот каждую позу сейчас разберем. Если мы спим на боку, мы берем вот подушечку небольшую, подкладываем вот сюда, чтобы у нас не было прогибов пояснички. Вот, раз, все. Вы сразу, если попробуете, вы почувствуете, как вам намного приятнее. Ножки вы так не разогнете, ноги не разогнут. Одна нога, нижняя причем лучше, если она выше, чем верхняя. Вот, вы лягли. Здесь у вас плечо, даже если это плечо у вас не болит, то вот так вот, сутулившись, проспав, вы все равно почувствуете неприятное растяжение. Возьмите подушку, а возможно даже две, и вот так вот их положите. Уже намного будет лучше ситуация с верхним плечом. Что же касается нижнего, подожмите руку. Вот, если вы ее подожмете, вы сюда подложите, под 90 градусов, тоже вам будет лучше. Если вы разогнете, а тем более, если она будет свисать, будет болеть локоть. Если вы вот так сделаете, будет куда лучше. Если есть подушка большая, еще лучше, или третью подушку вложить под ноги. Можно, вот у меня есть такая большая подушка, вот таким образом. Подушка-обнимашка. И вы заснули. Плечо, поясница, колено, все у вас в такой позиции отдыхает. И высоту здесь подобрать, чтобы шея была тоже в нейтральном положении. С боковой позиции разобрались. Если вы спите, как я уже показывал, вот в такой манере, лучше перейдите на тот способ, который я показал вам только что. Если вы спите чисто на животе, то я бы вам посоветовал подушку, ну это у меня немножко высоковато, надо в соседнюю комнату выйти за другой. Вот, под живот подложить. Если вы так сделаете, и руки не будете задирать слишком вот так высоко, чтобы плечи не перегружать, а положите вот под 90, вы сразу почувствуете, как у вас в пояснице пропала компрессия. Спина здесь у вас расслабилась, растянулась, и вы спокойненько спите. Вот я по привычке даже подгибаю ногу, но это уже не влечет за собой такого разрушающего воздействия. Вы ногу сильно из-за подушки высоко не задерете, вот вы легли и отдыхаете. Что же касается позиции на спине. Возьмите здесь две подушки и подложите вот так под ножки. Все. Вот в такой позиции. Вы сразу почувствуете, как у вас также компрессия ушла с поясничного отдела. Вы полностью отдыхаете, не задираете слишком руки. Можете даже, я пробую в разных позициях, можно даже вот без подушки отдыхать, отдыхать, если вы спите на спине. Ребята, я вам показал, в каких позах спать нельзя, в каких позах я спать советую и переучиваю сам, чтобы не наступать на те же грабли постоянно. Если вы считаете, что такие видео вам полезны, интересны, тоже не забудьте поддержать лайками, комментариями. У нас большая думающая аудитория. В основном категории, я посмотрел по статистике, даже это 35-45 лет. И для нас вот эти все вопросы очень актуальны, потому что мы еще и тренируемся, и должны правильно восстанавливаться. Поговорим мы не только о том, как спать, о том, как еще и сидеть на рабочем месте, в автомобиле и так далее. Буду собирать интересный материал, перевучиваться в каких-то моментах сам, и делиться опытом с вами. На сегодня все. Приятных снов, безболезненных. Пока-пока.